Доброго дня! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале Самарагист. Это программа о собаках и кошках и других домашних питомцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации, которых бросили или они были рождены под открытым небом. С помощью нашей программы мы стараемся найти бродячим собакам и кошкам из приюта своих новых владельцев. Итак, что сегодня вы увидите в нашей программе? Три видеовизитки двум собакам и одной кошке нужны свои владельцы. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится и вы возьмете животное домой. Все собаки проверены нами на отсутствие агрессии и социальную безопасность. К нам нередко обращаются люди с просьбой пристроить собаку или кошку, чтобы якобы они уезжают в другой город или вообще в другую страну. Да, ситуации бывают разные, но все же, мне кажется, в большинстве случаев своего четвероногого друга можно взять с собой. Нужно просто понимать, что это такой же член семьи и быть ответственным перед животным. Итак, сюжет о том, как молодой человек идет по жизни вместе со своей собакой. Куда бы этот человек ни уехал бы. Ну и гость студии, руководитель благотворительного фонда приюта для собак Хати Елена Борисенко. Говорим о новых постановлениях и законах, принятых весной этого года. Ну и вопрос первый. Вы являетесь еще одним из подрядчиков или одной из подрядной организаций по отлову собак и кошек? Собак. Да, иногда и кошек приходится ловить. То есть мы одна из пяти организаций в Самарской области. Всего пять организаций на сегодняшний день, которые занимаются программой СВВ, отловом собак гуманным. Ну да. Скажите, а вот в вашей сфере деятельности именно на каких площадках вы занимаетесь отловом? Я имею в виду географическая территория. Географически это область Самарская из крупных районов. Это Новогубишевский, Нельчапаевск, Безенчугский район, Похвестницкий район, Сергийский район, Красноярский район, ну и многие другие районы. А вы ездите по заявкам жителей или по заявкам администрации? Заявки принимает администрация, нам составляют уже заказ наряда, в которых уже эти все заявки обработаны, отмониторены. И мы их уже отрабатываем вместе с администрациями, ну, исходя из всех собранных материалов. Ну, первонаперво какие заявки обслуживаются? Первонаперво это заявки, если какая-то агрессивная собака, проявившая агрессию, может, не агрессивная, проявившая агрессию, в течение 24 часов мы должны выехать по такой заявке на место и определить уже, может быть, там собаки и нет. Ну, выяснить, по крайней мере, какая собака была, откуда она взялась, и дальше мы пока ее не найдем, да, ну, не определимся, по крайней мере, с ней. То есть мы эту заявку можем отрабатывать, там, два-три дня, ну, то есть пока не заберем ее. Елена, ну, смотрите, ваша бригада выезжает, как вы говорите, и в Новокуйбышевск, и в Чапаевск, и в другие районы нашей области. Которые территориально очень далеко. Насколько это вот эффективно, использование вот, как бы, таких бригад на таких дальних расстояниях? Вы можете же одну собаку, две, или у вас есть какая-то задача, или вы как-то отрабатываете вот эту схему, так сказать, дорожную карту, чтобы где-то еще по пути заехать, и еще, и еще. Я могу сказать, я вам уже сказал, наверное. По пути так не бывает, потому что у нас заранее граффинг планируется, это сложно сделать. Дорожную карту же, по-моему, обещать. Ну, бывает, допустим, объединить Богатовский район с Борским, потому что они рядом, отработать сразу и там, и там, поймать больше собак, хоть как, это рентабельно, да. А если, допустим, мы выезжаем, а собак нет вообще, да, по этим, да, по адресам, то это вообще не рентабельно. То есть это идет убыток в транспортные расходы, зарплата ловцам, водителю, а собак ноль. То есть нам это не оплачивается совсем. Очень много нареканий от зооволонтеров, зоозащитников, что приезжают подрядные организации, которые должны отлавливать собак, которых заявили, а отлавливают те, которые сами подходят и, можно сказать, сами запрыгивают в машину. Машина никто сам не запрыгивает, так когда собаку даже ручную начинаешь ловить, она понимает, что что-то не так, что кто-то за ней охотится, то есть у нее инстинкт убежать, спрятаться. Программа-то направлена не на то, чтобы самых плохих собак каких-то отловить, да, а чтобы остановить размножение. Хорошая она, добрая, неважно, она может скреститься с каким-то кобелем агрессивным, получится потом не совсем хорошие, добрые щенки, как мама, да, в папу пойдут, например. Ну, то есть остановить размножение – это наша основная задача, поэтому, а мониторинг агрессивных – это уже ради безопасности людей. Ну, хорошо, опять же, очень много вопросов поступает, почему не отлавливаете вовремя собак, которые течные, которые идут в период размножения, и те, которые уже, ну, скажем так, должны родить? Очень много собак, которые должны родить, особенно ехали в феврале-марте, практически все суки были уже оплодотворены, поэтому сказать, что мы не ловим как раз тех, которых нужно ловить, нельзя, но если попадаются кобели, то есть на, допустим, свадьбе может быть одна сука и 10 кобелей с ней бегут. То есть мы, конечно, пользуясь случаем, этих кобелей тоже кастрируем, потому что кобели делают вот это потомство, то есть они тоже очень такую нехорошую роль играют, если они не кастрированы. Итак, время показать наши видеовизитки. Посмотрите на кошку и двух собак. Мы просим обратить внимание на них, мы ищем им новых владельцев. Если не вы, то расскажите об этом вашим друзьям и знакомым. Что есть такие привлекательные, замечательные животные, которым нужен свой дом и свой ответственный владелец. После каждой видеовизитки мы указываем номера телефонов, а еще все визитки мы размещаем на нашем сайте телекомпании «Самара». Если так, смотрите, пожалуйста. Обратите внимание на этого огромного красивого пса. Он немного смахивает на ирландского волкодава, но скорее всего больше охотничьей породы дратхар. Зовут его Патрик. Несмотря на свой крупный размер, характер и душа у него ангельская. Нашли его в прошлом году на улице в городе Чапаевске. Он социально безопасный, то есть совершенно спокоен и лоялен к любым людям и другим животным. А как быстро он идет на контакт с новыми людьми? Может пойти? Просто сразу же, моментально. Он также человекоориентирован, невероятно спокоен и любвеобильный. Но он совсем не шубутной, очень покладистый и в меру активный. Обратите внимание на этого красивого пса по кличке Патрик. Сотрудники приюта «Надежда» ищут ему достойного хорошего владельца. Обращаться. 231-41-00. Очень красивый из характера спокойного принца. Его нашли возле одного из жилых домов в пригороде Самары прошлой зимой. Замерзающим и дрожащим от холода и голода. Сотрудники приюта ищут достойного владельца. Обратите на него внимание. Очень активный молодой кот. То есть с ним нужно очень много играть. Особых проблем со здоровьем у него нет. Но он отдается единственным котом, либо к кошке, которая спокойная. То есть не конфликтная. Потому что так-то в целом он спокойный. Не сильно задирает других котов, но бывает. К людям он спокойно относится. Он сам подходит, просит ласки. То есть спокойно может сидеть на руках. И с человеком будет вести себя доброжелательно. Внимание, просим найти дом и своего владельца коту Уна. Ему сейчас около двух с половиной лет. Заберите кота Уна домой. Посмотрите, какой он красивый. Обращаться 8-927-651-2195. Обратите внимание на этого щенка. Ему около восьми месяцев. Забавный, игривый и очень хочет домой. Он очень интересуется всем миром. Очень любознательный. Ласковый. Что слов нет. Очень ласковый. А как его зовут, этого ласкового пса? Его зовут Крекер. Крекер, ага. Ну да, я смотрю... Сладкий. Я смотрю, он не лает чисто так вот без агрессии, как звоночек, да? Его щеняческие такие повадки еще, потому что он совсем юный, такой озорной, балуется иногда, хулиганит. Ну, какие щенки не хулиганят, конечно. Дайте Крекеру надежду на хорошую достойную жизнь. С ним немного позаниматься, и он будет самым лучшим вашим другом. Возьмите этого забавного пса домой. Ему нужен свой владелец. Обращаться 231-41-00. Итак, у нас в студии руководителя благотворительного фонда «Приюта для собак Хатти» Елена Борисенко. Этой весной во многих регионах России были приняты законы в дополнение к 498-му федеральному закону, в котором прописаны новые условия отлова и временного содержания собак. В нашем регионе этот закон более мягкий и лояльный, и позволяет не усыплять животных в течение 30 дней. То есть нет нормы содержания. Оно появилось в 222-е о нормах или правилах определения агрессивного животного. И очень много вопросов возникает у зооволонтеров в свете вот этого принятого нового закона, а каким образом и кто будет определять агрессивность данного животного. Как вы думаете, заработает ли это постановление, вот это 222-е, плюс поправки к новому закону? Насколько я читал и знакомлюсь, и периодически еще раз его перечитываю, довольно-таки сложно определить состояние собаки именно в плане, агрессивна она или не агрессивна. Сложно сказать, заработает ли он или нет, да, то есть мы не можем будущее предсказывать. Но вот наша подрядная сейчас организация. Кажется, то есть программа, которая работает в пятый год, уже там, где эффективно работает, а у нас самарская область достаточно эффективно работает, то есть пять подрядчиков, много из них зоозащитных организаций, которые как раз идеяно занимаются этим вопросом. И животные же появились, это же не дикие животные, это собаки, которые, кошки, которые приручены человеком и живут не сами по себе, а именно с людьми. Но все-таки какая-то категория, одни же страны все-таки когда-то были гикими. Я понимаю, да, ну вот, то есть люди опекают всех этих собак. Соответственно, если будет эвтаназия введена, даже агрессивных, немотивированная агрессия, там, проявивших агрессию, все эти люди начнут препятствовать отлову. Они уже бастуют, ходят, пишут, соответственно, петиции о том, что нельзя эвтаназию... Ну хорошо, но если вы прям явно агрессивная собака, которая, ну, я не знаю, а лобай, которая съел, покусала вот женщину, там, несколько лет назад в яицком. Ну, вот, и что, такую собаку не надо, надо ее что-то с ней сделать, надо же, правильно? И, в принципе, такие собаки не должны... Это такой неоднозначный вопрос. Я к тому, что эти меры, они могут привести к тому, что люди начнут прятать этих собак. Причем даже те, которые агрессивные, реально агрессивные собаки, которые проявляли агрессию, ну, начали охранять, например, магазин какой-нибудь продуктовый, решили, что это их территория. Вот, то есть люди начинают препятствовать. То есть это будет таким кому-нибудь преткновение в плане реализации до конца этой программы. Я считаю, что агрессивных все-таки нужно оставлять в приюте, на пристрой, если они охранники хорошие, да, куда-нибудь там, я не знаю, там, на базу. Пусть она там охраняет имущество. Ну вот, в промзоне, на цепи безопасности для людей. Вот, а в плане того, что собаки проявляют агрессию, это, как правило, агрессия тоже из-за человека, опять же. Ну, хорошо, нет, но она же не всегда может быть из-за человека. И так же самое, как и люди. Есть люди агрессивные, есть также и собаки агрессивные. И это генетика, и это говорят биологи, что есть генетически врожденный кот, агрессии и так далее. Ну, он какой-то уровень, да, то есть у кого-то больше этот уровень агрессии генетического. Да, вы же можете определить, уже в приюте, там, через какое-то количество времени, какая собака агрессивная, какая нет? Опять же, относительно. Собака может не проявлять агрессию, не проявлять. А потом мы, допустим, выпустили, и какой-то сработал механизм у неё в голове, да, и она проявила агрессию. Здесь же ещё вот с чем мы не согласны конкретно, ну, я думаю, что все подрядчики, с тем, что вот этим региональным законом ответственность за покусы несёт подрядная организация. То есть мы выпустили собаку, она была не агрессивной, не подавала никаких признаков агрессии, а потом проявила эту агрессию, и независимо от обстоятельств, мы должны будем теоретически все эти вреды, моральный ущерб, все эти расходы возмещать пострадавшим. Странно, но как? Вы же всё равно не отвечаете, это же природа, это генетика. Я тоже не понимаю. То же самое, что, ну, как бы отвечать за то, что там, не знаю, змея укусила там ребёнка, потому что он шёл по полю и наступил на эту змею. Ну да, ну да. Вопрос. Вот другая ситуация. В этом году мне трижды звонили по поводу того, что вот, да, есть домашняя собака, и, кстати, в двух случаях я лично принимал участие и помогал эту собаку. Это было, по-моему, в Отрадном городе, город Отрадный, где-то вот в том районе. Я её сам сажал, сам ездил за ней, сам её грузил в машину и отвозил людям, которые решили спасти. Это животное, это овчарка. У меня есть даже видеокадры, вот, какая она была. Да, и вот, и насколько я понимаю, недавно совсем, там месяца два, прошло уже чуть больше полтора года, они мне звонят и говорят, мы не справляемся с собакой, что нам делать? Мы хотим её усыпить. Когда люди заводят собак, особенно серьёзных крупных пород, о том, что это их ответственность, и нужно обязательно заниматься скинологом. Обязательно собака должна, ну, быть обучена хотя бы послушанию, как минимум. У нас же люди этим не занимаются, а потом, когда у них собака становится опасной для них же самих, они говорят, спасите, помогите, кто должен это делать. Большой вопрос, да. Мы, как подрядчик с наших районов, очень много собак таких забирали. То есть администрация вызывает нас на покус, собака домашняя, муж ушёл из семьи, а собака жену не воспринимает. Собаку подарила жене. И она искусала её всю. То есть практически мы приезжаем, окровавленная женщина. Алабай. А вот. Но там была другая, опять же, ситуация, что у собаки ещё от старости, да, какие-то там заболевания с мозгом связанные появились, и она немножечко стала, так скажем, не в себе, так же, как и люди могут сойти с ума. Ну да, люди, да. Что-то глушит её, что-то, да. Это заболевание, опять же, это эвтаназия по заболеванию неизлечимому, который мозг мы никак не можем вылечить, да. Соответственно, ну мы тоже эту собаку не усыпляли. То есть она у нас дожила свой век и умерла своей смертью. Агрессия может признаться, вот, кстати, как болезнь? Ну агрессия тоже чем-то должна быть вызвана. Немотивирная агрессия – это то же самое, что ненормальный человек, ненормальный собак. Вот именно когда собака сама по себе охраняет, потому что она агрессивная, она злая собака. Нет, когда охраняет, это у неё, наверное, инстинкт охранный проявляется хорошо. А если есть территория хозяина, она её охраняет. Нет, территория хозяина она не охраняет. А немотивирная агрессия – это когда собака может укусить своего человека, который кормит, гладит, гуляет с ней, да, а не с того, не с сего взяла, укусила. Ну, это ку-ку называется. И это прописано в новом постановлении, в новом векаде. Вот когда ку-ку, наверное, лучше усыпить. Но мы тоже считаем, что таких собак слишком мало, они не так долго живут, и это небольшие затраты даже для государства было бы их прокормить. Ну что же, предлагаю посмотреть сюжет, и касается он вопроса определения животного во время переезда. Я часто сталкивался не просто желанием не брать собаку и кошку с собой, чаще касается собак, то есть отказ их брать с собой. А проблема, которая накопилась с момента, когда люди заводят дома собаку, то есть они завели, не занимаются ей полноценно, она непослушная и, самое главное, нередко проявляет агрессию. Именно от таких собак люди и стараются избавиться, переезжая в другой город или страну. Но предлагаю посмотреть сюжет, в котором говорится, что большинство проблем можно решить и не бросать собаку или кошку, а взять их с собой. И давайте посмотрим. Нередко в нашу программу звонят люди, которые хотят пристроить собаку или кошку, и одной из причин такового желания является переезд с одного района в другой, или переезд с одного города в другой, или даже люди уезжают в другую страну. А у одних людей получается пристроить, другие просто бросают собаку или кошку на улицу, на произвол судьбы, а есть люди, которые ни за что не оставят собаку, даже уезжая в другую страну. И один из таких Алексей Макаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас Биму около четырех лет. Алексей помнит его еще щенком, прежде чем забрать домой. История непростая. Собаке было около года. Неуправляемый, жил на автостоянке, на привязи, по ночам лаял, что не нравилось соседям многоэтажки, которая стояла рядом со стоянкой. Приехала участковая, сказали выгонять собаку. Мы приехали газель, хотели увезти, отправить в лес. Мы договорились с охранником, что решим вопрос с участковым, уберем отсюда собаку. Все, собаку убрали, пристроили к нашим знакомым на полгодика, на три месяца в другой цех. Рабочие смотрели, ну и в итоге у меня сердце разорвалось, я забрал к себе. Забрал, но тут же появилась другая проблема с непослушанием. Ведь никто на прежнем месте не учил Бима хорошим манерам. В таких случаях немало людей не справляются с собакой. Выкидывают или, если посчастливиться, пристраивают. Но Алексей не сдался. Она меня тащила, водила, полностью была не оборудована командами, так сказать. Пришлось, да, я не справлялся, и я пошел к кинологу заниматься. Это просто, это самое лучшее, что есть. И самое лучшее заниматься в группе, потому что они там социализируются, общаются с собаками, общаются с людьми. У меня собака не подпускала людей из-за того, что ее били. Поэтому после дрессировки всегда его гладили, чтобы он к людям привыкал. Вот, и просто я сейчас вот с собакой могу гулять в парке. Жизнь в Самаре налаживалась, хорошая работа, друзья, родители рядом. Но что-то хотелось большего. Наверное, повидать мир, пожить в другом городе или даже в стране. Дело молодое, подумал и решил переехать. Но возникал вопрос с собакой. Слушайте, Виталий, вот вы говорили, что у многих вопрос вставал отдать собаку, перестроить. У меня тоже такие мысли возникали. Я тоже звонил, тоже появились такие вопросы. Причем я переезжаю не в какой-либо город, где можно доехать за 5-6 часов, а я переезжаю в другую страну. Тут у меня вопрос с прививками встает, с чипом встает, с документами, которые я просто не знаю, как делать. Ну и обратился к хорошему товарищу. Он мне все подсказал. И на самом деле никаких проблем нет. Документы и прививки я буквально сделал все за неделю. За 2 месяца я начал готовиться. Если вы готовитесь заранее, то никаких проблем не будет. А также, как я начал вообще искать квартиру, узнавать. Я заранее обзванивал квартиры. У меня там были определенные знакомые, кто мог проехать, поговорить. Но на самом деле, кого я обзванивал, кто ездил, я просто приехал и на месте нашел квартиру. Я приехал утром, и мы сразу проехались по квартирам, все, собаку показали, все, ни у кого вопрос, проблем нет с животными. Главное, говорят, хорошее, я говорю, хорошее. Непростое решение, которое не поддержало большинство друзей и родителей. Рисовали большие проблемы, предлагали отдателям оставить на время. Но, как говорится, оставляешь на время, а часто получается навсегда. И у Алексея тоже были сомнения брать мимо с собой или оставить. Я переезжаю в другую страну, я переезжаю работать, я переезжаю один. Здесь нету... Моя собака, еще раз повторюсь, она, ну, не из простых. Вот. Каждый с ней погулять не сможет, он с характером. У меня были страхи, то, что вдруг мне придется по работе отъехать в другой город. Как мне его там с кем оставить? С кем... Кто меня может подстраховать? Такие у меня были страхи, то, что я еду один. Мне на то время было там 20 лет. Я еду один в другую страну с собакой, один на один. И на самом деле, это, наверное, было мое самое лучшее путешествие, когда я поехал в другую страну. И самое интересное то, что там, где я жил, это, грубо говоря, была обычная гостиница. Но мне не было с этим другом страшно оставлять свои вещи. Потому что я уходил, и вся гостиница знала то, что у меня собака. Даже уборщицы убирались очень-очень аккуратно. Из Самары в Ереван путешествие на машине с остановками помог родной брат. Полгода жизни в Армении и далее решение переехать в Москву. И опять Бим рядом. И, как считает Алексей, самостоятельная жизнь и ответственность перед Бимом во многом ему помогли. Особенно в поиске хорошей работы. А ведь еще 4 года назад он встречал шквал протеста от родных и близких. Но ситуация в корне изменилась. И сейчас, сейчас вы просто не поверите, то, что к которой мамы там в жизни не было собак и животных, и которых там не любят вот это вот все, ну, просто то, что животные находятся дома. Она к ним нейтрально относится, чтобы они дома находились нет. А сейчас я приезжаю сюда, и моя собака сейчас живет в родительской квартире. Приезжая за Волгу, в первую очередь они переживают, что будет кушать Бим, и что он будет там пить, и как он вообще отдохнет. Ну, вот такой вот сюжет. Парень взял агрессивную собаку все-таки, да, он ее воспитал, и теперь ее возят везде с собой, и она, как бы, член семьи все-таки, может, и справились. Теперь вот хотелось бы спросить такой вопрос по поводу штата вашего. Насколько вам хватает этого штата, и нужны ли еще люди? Да, во-первых, мы сейчас расширяем деятельность и территориально, и по местам, да, то есть у нас сейчас два приюта. Один недавно родился в Саратовской области, в Петровске, в городе, поэтому у нас сейчас идет набор кадров. Это смотрители, ловцы, ветеринары, то есть полный штат. Плюс во всех приютах текучка большая, потому что люди приходят, сталкиваются с тем, что, ну, работа физически тяжелая. Ну, причина она эмоциональная. Это эмоциональная, достаточно тяжелая работа, и требования тоже большие, потому что любовь к животным, ну, она не так, чтобы подошел, там, потискал и ушел. Нет, здесь все намного труднее. Есть костяк, который у нас, там, основа нашего приюта, который работает много лет с нами, коллектив, и, ну, а есть вот какие-то кадры, которые приходят, уходят. А много ли сейчас, вот, лично, лично к вам, лично в ваш приют приходят волонтеров? Именно те люди, которые готовы помогать, и помогают, и гуляют с собаками? Ну, много волонтеров, наверное, не бывает, но те волонтеры, которые к нам сейчас приходят, они все, ну, просто прекрасные ребята, которые именно волонтеры приходят не развлечься, а именно с пользой для приюта провести время. То есть правильные волонтеры. Мы с отсеялись те волонтеры, которые, ну, были даже такие, которые приходили в приют, и от них, ну, было мало пользы, так, скажем. То есть развлечься, провести время. Ну, чисто, может быть, ради своей самой рекламы сделать селфи, там, на фоне... Ну, это вот эта любовь к собакам. Не могу завести дома, а вот заведу в приюте, буду приходить и развлекаться. Таких волонтеров не надо. А реально, вот, какая от них помощь от таких волонтеров? Те, которые, вот, ну, нормальные люди приходят, там, что они делают? Социализация, фотографирование пристрой животных, помощь в... Самое основное в выгуле. Чтобы собаки достаточно выгуливались, чтобы им было не скучно сидеть все время там в своем определенном коллективе, там, стоять с двух-трех собак. Им скучно. То есть они, вот, выгуливают, социализируют животных, вычесывают, иногда воду меняют, чтобы, там, помочь физически даже работникам, когда их не хватает, накормить. Ну, и последний вопрос. Главная задача федерального закона через 98-го – это все-таки решение проблемы ограничения количества или уменьшения количества бездомных бродячих собак и кошек на улицах наших городов. Решается ли она сейчас? И что-то еще стоит добавить в этот федеральный закон, вот, на ваш взгляд? Я считаю, что вот эти поправки, которые сейчас пытаются оспорить зоозащитники, в том числе и в Самарском законе, вот, они мне очень не нравятся из-за того, что я уже сказала, да, что будут прятать собак, и, возможно, это тормознет вот этот вот эффект от ОСВВ, то, что собаки перестают размножаться. Где-то там прирост существует, но он настолько небольшой. Здесь же нужно бороться именно с тем, что люди размножают, выбрасывают, да, не стерилизуют своих собак. То есть это база данных должна быть собак, отловленных как минимум по всем подрядчикам, чтобы была прозрачность. Собаку нельзя второй раз поймать и чипировать, да, если у нее уже есть чип. То есть это уже можно выявить как нарушение, что собаку отловили, а у нее уже чип был. Его никак не вытащить, этот чип. То есть это контроль, это порядочные подрядчики, ну, то есть там много мероприятий, база данных. Бороться с людьми, ну, как бороться, влиять на тех людей, которые размножают животных бесконтрольно. Опять же, завели, выкинули. Ну, размножаются, в основном уже породистые собаки, а без породных-то... Ну, вот штрафы, должны быть штрафы. Почему мы сейчас начали ремнями... По поводу штрафов, я уже так, уже они начали работать, эти штрафы. Мы об этом поговорим уже на следующем раз. В следующем эфире, да. Ну, иногда идет перегиб вот в таких штрафах. Недавно оштрафовали, я же был на этой же комиссии, женщину, у которого чихахуа. Она гуляла без наморника, без плотка. Ну, об этом мы поговорим обязательно в следующем эфире. Ну, что же, наш эфир подошел к финалу. В следующий раз мы встретимся через две недели. Наши программы повторяются несколько раз на протяжении этих двух недель. Смотрите нас и задавайте вопросы. Звоните по телефону 8-927-686-0790. Мы говорим вам пока и мирного неба над головой.